Это Пульс Дня, мы продолжаем выпуск. На связи со мной блогер Елена Ленецкая. Елена, приветствую. Добрый день, всем добрый весенний день, наконец-то. Вот очевидно, что в эти выходные, помимо того, что россияне могли проголосовать на выборах, я имею ввиду жители Нью-Йорка, например, которые стояли в очередях, помимо этого, проходили и другие мероприятия, я знаю, что вы их посетили, я говорю сейчас и про Масленицу, и про парад ко Дню Святого Патрика, и многие другие. Расскажите, пожалуйста, о Масленице. На Таймс-сквер это проходило? Да, это было на Таймс-сквер, и я туда попала, но, можно сказать, достаточно случайно, потому что цель моя была с самого начала парад. Я пошла на парад, на который я обычно часто хожу, я очень люблю парад Санкт-Патрика, там очень интересно. И на Таймс-сквер я зашла, потому что я видела объявление на Фейсбук о том, что какая-то группа людей собирается организовать там Масленицу. Собственно говоря, я знаю, естественно, кто такой Масленица, и давным-давно я пекла блины, просто сейчас я это уже не делаю по причине того, что, ну, как скажем, будет талия поуже, это нам к лицу. Я решила посмотреть, что там такое происходит, и я увидела группу людей, достаточно молодых, одетых в национальные русские костюмы, нельзя сказать, что русские костюмы, стилизованные русские костюмы. Среди них была совершенно замечательная певица, которая пела, и маленький мальчик с прекрасным голосом, который тоже пел. Был самовар, на котором были одеты баранки, был мишка такой, знаете, как большой бывает на Таймс-сквер, бывают такие всякие фигуры, бывают гориллы, бывают статуи свободы, а сейчас был мишка совершенно как из известного-известного мультфильма «Машенька и медведь». Рядом с этим мишкой была девочка Машенька в розовом платочке, в общем, был достаточно хорошо организован. Да, вот мы видим как раз этого мишку. Да, очень такой милый мягкий мишка у потолка. Было очень милое действие, пели песни на русском, пели песни на украинском, были девушки, которые танцевали, в общем, было такое мероприятие. Я начала снимать и постепенно увидела, что к этому мероприятию стали скапливаться люди, которые устроили демонстрацию, хотели устроить не демонстрацию, а на митинг протеста против российской агрессии. И оказалось, что митинг, который был в честь Масленицы, был, ну, я не знаю, санкционирован правильно ли слово, но очевидно, для проведения подобных мероприятий должны быть подобны какие-то заявки в Таймскую агрессию. И всем людям, которые пытались стать впереди митинга Масленицы, подходили полицейские и стали объяснять им, что вообще они тут ни при чем, потому что вот эти товарищи, они заняли место, им обещано, они тут... В общем, стычки не было, были разговоры, количество поддерживающих Украину все увеличивалось, увеличилось, и в конце концов полицейские придумали такое действие, они очевидно боялись, что будут какие-то столкновения. Они притащили большой забор, классический такой забор, который гараживает всякие мероприятия, и поставили забор, разделяющий эти две группы. И вот таким было. С одной стороны стояли поддерживающие Масленицы, празднующие Масленицы со своими песнями и танцами, в другой стояли люди, которые были сторонники Украины и противники агрессии, и кричали, что Russia is a terrorist state. Там было много разных плакатов, много было украинских флагов, и стоял между ними забор. Вообще, вы знаете, что я могу сказать? Я не первый раз на митингах в поддержку Украины против войны и агрессии. И мне показалось, что несмотря на то, что митинг, что Масленицы – это праздник, и все хорошо, не очень этично сейчас проводить подобные мероприятия на Таймсквере. Я бы хотела, чтобы это не было так вызывающе ярко. Но мне так показалось, знаете, то есть, скажем так, сейчас все русское – это токсичные слова. И вот Масленица, которая… Все-таки она Масленица, медведь, парень, который танцует там в присядку, самовар и все остальное – это сугубо русские атрибуты, которые я бы не стала сейчас так использовать публично. Ну, вот это моя личная точка зрения. Ну, в общем, спокойно-спокойно все это происходило, и эта группа была разделена стоящим поперек заборчиком. И все было мирно, когда я оттуда уходила. Вы знаете, я должен сказать, что, наверное, в последние даже, наверное, месяцы или, может быть, годы я чувствую, например, себя не очень безопасно на массовых мероприятиях. Вообще стараюсь избегать их в связи со всеми конфликтами, которые происходят. Это не только Россия, Украина. Это, естественно, сейчас Израиль, Газа. Это просто какой-нибудь шутинг, который может быть массовый. И, ну, вот в частности, Святого Патрика день хотел тоже пойти, посетить, но вот как-то стало некомфортно. Последнее время стараюсь избегать. Расскажите, как в Нью-Йорке. Если вы посещаете на протяжении уже лет, как в этом году? Так же многолюдно, как и в прошлые годы или меньше людей приходит? Вы знаете, как мне показалось, в Нью-Йорке после ковида, даже во время ковида было пусто и совсем мало людей, но это была совершенно другая причина. Несмотря на то, что несколько раз заявлялось, что были какие-то, я помню, несколько недель назад в Нью-Йорке был объявлен какой-то повышенный уровень опасности, были даже в некоторых местах поставлены солдаты и федеральные службы, было объявление о том, что середически возможны теракты. Но, как мне кажется, публика, особенно сейчас, вчера и позавчера, был совершенно потрясающий весенний яркий солнечный день. Публика совершенно плевательски реагировала на эти объявления. И народу, вы знаете, прибавилось. Много было очень, на Патрика было очень много народа. Никакого уменьшения количества людей я не заметила. Среди своих знакомых я увидела опасения как раз не раз столько массов, насчет массовых мероприятий, которые они в основном не посещают, как насчет поездки в метро. Потому что случаи преступления в метро, количество случаев резко возросло. Совсем-совсем недавно у нас же в метро стреляли. Причем была какая-то странная драка. Подралось два мужика, была еще участвующая девушка, все это засняли на телефон. И даже участвовал пистолет, который один выхватил другого, именно выстрелил владельца этого пистолета. Я не знаю там, кто прав, кто виноват, но выстрелы распугали достаточно большое количество тех, кто ехал в этом вагоне. Это широко у нас в прессе обозревалось. И, в общем, что могу сказать, когда я еду в город, мой муж весьма обеспокоит моей поездкой, говорит, не надо туда ходить, не надо туда ходить. В общем, поездки в метро стали нервными, намного более нервными, чем были раньше. Это я говорю просто исходя из лично своего опыта. Я так понимаю, что весна принесла нам не только, собственно, вот эти два или три мероприятия, но и другие. И, в частности, я, конечно, говорю о цветущей сакуре. Это любимая для Нью-Йоркца, вообще для многих людей. Я знаю, что очень многие люди, я знаю лично таких людей, которые едут из других штатов и городов в Нью-Йорк, или, в частности, в Вашингтон, чтобы посмотреть цветущую сакуру. В Нью-Йорке уже цветет? В Нью-Йорке вишня только начинается. Сейчас она расцвела полностью в Вашингтоне, и туда устремились толпы. Ой, я как-то была пару раз в Вашингтоне, и мне показалось по-честному, что там количество людей намного больше, чем количество цветущих вишен. В Нью-Йорке я хожу, цветение каждый год, и цветение в Нью-Йорке запаздывает на фоне Вашингтона примерно недели на день. Есть очень много мест в Нью-Йорке, которые можно посетить в самом городе. Во-первых, это Центральный парк. Там вокруг резервуара, который живший неподалеку от этого резервуара, растут два сорта вишен. Одни вишни цветут в самом начале, этими белыми-белыми хорошими цветочками, японские вишни, которые Япония подарила Нью-Йорку. А на другом стороне резервуары растут более поздние, ярко-ярко-розовые вишни, которые прямо как мохнатые деревья становятся. Есть еще несколько мест в Центральном парке. Есть в Бруклинском ботаническом саду совершенно прекрасная поляна, целиком заполненная цветущими вишнями, и там как раз устраиваются все праздники. Есть замечательный остров в Нью-Йорке, называется Рузвельт-Айленд, и там вдоль набережной, выходящей прямо с видом на Нью-Йорк, целая аллея цветущих вишен. Опять, часть аллеи более ранними вишнями засажена, а часть аллеи более поздними вишнями засажена. И вообще много их просто в разных местах, и я думаю, что через неделю уже можно идти гулять. Во всяком случае, я собираюсь на этой неделе пойти проверить мои... Ну, знаете, как у всякого рыболова из рыбных места. У меня есть, как у вишневых вишневые места, куда я иду проверить. Во всяком случае, могу сказать, персик, абрикосовое дерево около моревого дома, которое я посадила лет 15 назад, и выше дома уже стало, уже в полном цвету. Для наших зрителей хочу сказать о том, что ботанический сад в Бруклине и в Бронксе имеют на веб-сайте такой трекинг, который показывает, в каком состоянии деревья находятся. Можно отследить, распустились ли, или уже распускаются, или вот уже отцветают. В общем, зайдите на сайт, обязательно посмотрите, если хотите отправиться в эту поездку. Елена, спасибо большое вам за время, за то, что присоединились к нашей программе сегодня. Это была блогер Елена Ленецкая. Всего хорошего всем. Хорошей весны. И на этом у меня все. Мы увидимся с вами завтра в программе Пульс Дня. Я желаю вам всего доброго и до свидания.